всем привет друзья с вами снова я макс и это канал шестеренка сегодня на нашем обзоре руль с обратной отдачей от компании трасс мастер т 128 предоставлены ребятами из приставка . com ну что давайте начнем обзор а Давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Так, тут у нас идет крепление, видимо. Сам лепесток сделан из пластика. Болт у нас металлический. Струбцина выглядит достаточно надежно. Ну, то есть она такая мощная. Здесь все прорезиненное. Видно, наверное, да? Так что со столом с вашим ничего не случится на 100%. Здесь регулируется. То есть она будет у вас вот так ездить. Посмотрим, куда она вкручивается. Главное, чтобы там, наверное, была станина железная. Так это должно выглядеть вот таким вот образом. Инструкция, каким образом, куда, что подключать. Это у нас блок питания. 18,5 вольт, 2,5 ампера, 48 ватт. Достаточно компактный блок питания. Тоненький проводочек. Так что вмешаться, я думаю, что не будет. Также идет провод для подключения. У нас в руле, видимо, идет Type-C. И, естественно, для ПК и для PlayStation стандартный USB-A. Так, дальше у нас идут педали. Провод лежит вот таким вот образом. Может выходить в одну сторону, может выходить в другую сторону. Ножки у нас идут прорезиненные. Подключается он вот таким вот образом. Магнитный педальный блок. В чем прикол данного педального блока? Здесь, естественно, стоит пружина, как и во всех педальных блоках. Здесь она чуть помощнее. Здесь она, грубо говоря, послабее на газу. Но здесь стоит бесконтактный механизм, который со временем не сделает так, что если вы чуть-чуть нажали, он это не почувствует. Он будет постоянно как работал, так и работает. Что на самом деле тоже неплохо. Смотрите, расстояние между педалями у меня где-то получилось 4,5-4,6 сантиметра. Вот прям между вот этими. Здесь чуть пошире, где-то в районе 6. Но сам факт, естественно, у вас вот это вот. То есть, по сути, два пальца, чтобы у вас не задевала нога от ноги, если вы используете обе ноги одновременно. И тут получается от самой педали до конца платформы где-то в районе 14-15 сантиметров. Ну, что достаточно мало. От крайней вот этой штуки получается 22 сантиметра. Ну, если вы ногу ставите так, то нормально. По педалям. Двумя ногами мне кажется не очень удобно. Одной ногой прям чувствуется газ, он такой полегче. И тормоз, он такой достаточно жесткий. Ну, двумя тоже можно. Если ставить вот так вот, то чувствуется, что нога соскальзывает. Если вот чуть поглубже, вот смотрите, я давлю. Пол керамогранитный, сразу вам говорю, достаточно скользкий и, ну, все нормально. Не, если, конечно, давить вот так вот, то да, видите, можно сдвинуть, если вот таким образом давить. Если ты ногу не ставишь вот сюда, то он может съехать. В другом случае, наверное, нет. И переходим к самому рулю. Давайте посмотрим с этой стороны. По очереди у нас идет блок питания. Type-C для подключения к ПК или ПС. Мини-Дин для подключения дополнительной коробки передач. Вот сюда она вставляется. Либо ручного тормоза. И, соответственно, педали у нас идут вот сюда вот. На мой взгляд, все это дело очень удачно и эргономично укладывается. Да, вы видите, все закрывается. Здесь держит провода, здесь все проложено. То есть ничего вам мешать не будет. И он будет абсолютно спокойно устанавливаться. Как-никак, это тоже огромный плюс. Все-таки эргономика имеет значение, ну, на мой взгляд. Тут у нас ничего особенного нет. Просто пластик. Перфорированный верх. И просто пластик. И логотип Thrustmaster. Сам руль 26 см. Ну, видимо, сделали, чтобы был более мощный фидбэк. Ну, соответственно, чем меньше руль, тем меньше сопротивления ему будет. И, ох, какие приятные лепестки. Лепестки здесь магнитные. Причем магнитные очень и очень приятные. Они даже лучше, чем в T-150. Там, кстати, магнитов нет. Раскладка идет, естественно, PlayStation. PlayStation. Все очень удобно. Ничего не могу сказать. Мне нравится. Здесь идут индикаторы. Это когда вам нужно переключить скорость. Соответственно, тахометр. Как вы видите, сам руль пластиковый. Поэтому тут сказать что-то хорошее сложно. Но я не могу сказать, что он прям похабный. Но пластик выглядит достаточно дешево. На ощупь вроде ничего такого. Но если бы он был кожаный, либо хотя бы прорезиненный, на мой взгляд, было бы, конечно, круче. Не, ну, оторвать, конечно, все можно. Но мне кажется, что крепится достаточно надежно. Не знаю, вот эта штука, наверное, мешать не будет. Ее можно, видите, в любую сторону, в принципе, спрятать. Да, по крайней мере, на мой стол все здорово. По люфтам. Люфт небольшой есть. Но надо такое, скажем так, усилие прилагать. Поворот у нас получается на 900 градусов. Упор. Упор. Смотрите, по кнопкам очень легко дотянуться до каждой из них. За счет того, что руль 26 сантиметров. Если бы он был больше, может быть, вот сюда было бы и сложно дотянуться. Но сейчас все прям очень удобно. Не знаю, плюс это или минус. Ну, для кого-то он маленький. В принципе, если брать даже для взрослого человека, ну, мне достаточно нормально. Зато он компактнее. Тут стоит гибридный механизм отдачи. Это один ремень и шестерни. Плюс оптически считывается положение руля для плавной типа и четкой передачи. По крайней мере, как пишут они. Не знаю насчет оптического. Но все, что касается шестерни и ремня, все это дело, поверьте мне, вы почувствуете сами и поймете, что это такое, так сказать, чисто тактильно. По комплектации все достаточно скромно. Ну, честно вам скажу, для простого обывателя, допустим, для человека, который первый раз покупает себе руль и хочет купить достаточно качественный продукт, я думаю, что этого будет вполне себе достаточно. Если вдруг вас это не устраивает, вы можете приобрести данный комплект, потом докупить себе педали тройные со сцеплением. Вы можете купить себе коробку передач. Все это дело можно собрать и, естественно, у вас будет полноценный комплект. Опять же таки, если вам это будет нужно, так вы покупаете базовую комплектацию, если вам этого достаточно, зачем, как говорится, тратить больше? Данный комплект стоит немало. В районе где-то 22 тысяч на момент съемки. Ну, плюс-минус, естественно, цены сейчас прыгают, поэтому обязательно уже смотрите сами. Ссылки я тоже брошу внизу под видео, как всегда. Давайте, наверное, сейчас посмотрим на его технические характеристики, которые сейчас вы видите перед собой на экране. Данный руль выходит в двух версиях. Для PlayStation и для Xbox. Обе версии подходят для ПК. Визуально отличаются они только маркировками на клавишах. Для ручного переключения угла поворота руля, то есть нажимаете на шестеренку, и вот вам 270, 2, 360, 3, это у нас идет 540, и 900 градусов, это все 4. Так что без проблем можно вручную переключить, если вдруг в играх это не работает или как-то не настраивается. Для того, чтобы переключить между педальными блоками, то же самое, зажимаете шестеренку и зажимаете один из лепестков, вот этот вот минусовой, и, соответственно, ждете 5 секунд, и если промигает вот это, это у нас T2PM, T3PA и T3PM. И если, соответственно, вот это вот промигает 3 раза, то это уже режим TLCM. Если вы просто нажмете и будете удерживать кнопку сеттинг, то на трехпедальном варианте вы можете поменять педали местами, если вдруг вам это будет удобно. Ну, короче, инвертировать педали, не знаю. На двухпедальном это не работает, поэтому попробовать нет возможности. Если вдруг у вас какие-то проблемы с педалями, вы можете 8 раз подряд нажать кнопку сеттинг. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видите, он промигает 5 раз, и все, грубо говоря, сбросится по умолчанию. Для переключения режимов между PlayStation и ПК, видите, вот здесь у меня сейчас горит зеленый диодик. Это значит режим ПК. Смотрите, зажимаем кнопку Mode, ждем, пока индикатор начнет мигать. Не переключая, нажимаем сюда. Синий это у нас PlayStation, стандартная совместимость. И красный вариант это PlayStation будущая совместимость. То есть выбираете эти варианты, которые у вас будут работать, соответственно, его и оставляете. То есть переключиться очень просто. Очень многие, кстати, задают этот вопрос, я видел. Если вдруг что, вы можете скачать инструкцию на русском языке с официального сайта Trustmaster. Без всяких проблем. Я оставлю ссылку, там же вы найдете драйверы и возможность перепрошивки данного руля на более новую прошивку. Программное обеспечение для настройки. Смотрите, когда вы входите в режим настройки, видите, руль начинает абсолютно спокойно крутиться. То есть без сопротивления, без всего. Вы можете выставить угол поворота здесь, соответственно, видите. Я совсем чуть-чуть нажимаю на газ. Вы видите, насколько хорошо все это дело работает. То есть тормоз, вот насколько я совсем чуть-чуть до упора и совсем чуть-чуть. То есть по большому счету то же самое. Газ, тормоз. Газ гораздо плавнее идет. Можно проверить кнопки. Видите, у нас показывают все кнопки, которые вы нажимаете. Точка обзора это у нас крестовина, как работает. Дальше у нас идет тест усилия. То есть вы можете по кнопкам выбрать тест усилия. Также можете посмотреть уже предустановленные настройки. То есть это мотор. Завелся у вас дутая шина. Боинг, взрыв, открытое море. Вот вас на волнах, например, качает. Ну, какие-то вещи. Допустим, авария. Естественно, все это дело нужно держать, чтобы вы все это прочувствовали. Турборежим. Все это очень и очень, так сказать, интересная штука. Так что советую вам залезть, попробовать это в самом начале. Дальше у нас идет настройки. Общие настройки усилия. То есть стояли они по умолчанию то ли 65, то ли 70. Нет, 65 значит. 65 процентов. То есть я их ставил на сотку. Пробовал, как это будет. Честно говоря, 65 достаточно. Отдельные настройки усиления. Постоянная сила, периодическая сила, сила рессор, сила амортизаторов. То есть вы можете все это дело, естественно, вручную подстроить. Дальше у нас идет буст. Если вам нужно подключить настройки автоцентрирования по колесу. Вот видите, по игре, либо по колесу. То есть чтобы у вас колесо стояло ровно, либо, естественно, по игре. Можно все это скинуть по умолчанию. Достаточно все просто и все, что нужно, вы можете здесь поменять. Сохраняйте, выходите. Итак, давайте перейдем к тестированию в играх. Первое, что я запустил, это SnowRunner. Потому что в прошлый раз у меня были с ним проблемы. То есть проблемы были совместимости. Здесь, что я в настройках поставил? Я поставил ролевое колесо. Ну, это логично, да. И я поставил, сейчас, секундочку, я вам сейчас скажу. Trustmaster T150. И хочу вам сказать, все заработало с первого. Я ничего не настраивал. Смотрите, левый лепесток, это у меня переключение скоростей. То есть, видите, я могу все переключать без всяких проблем. Правое у меня ручной тормоз. Правый лепесток, ручной тормоз. Соответственно, L3 у меня сигнал. R3 у меня пересадка в кабину. Дальше. Ну, естественно, все менюшки, все кнопки. Лебедка. Лебедка. Смотрите, лебедку тяну. Руль поворачивается тоже. Так, давайте я сейчас сяду в кабину. Так, лебедку убираем. Смотрите. Все прям идеально четко. Такого у меня не было, например, на том же Swen. Ну, понятно, что там другой уровень и по цене, и по всему. Но сам факт, что здесь прям, смотрите, руль отдает. Я вот чувствую каждую кочечку здесь. Практически все, что здесь есть, я прям вот идеально чувствую в этом плане. Не знаю, мне прям вот здесь очень зашло. Если мне нужно, я остановился. Если держите на автомате тормоз, то он едет назад. Нажимаем газ опять вперед. То есть, ну, все в этом плане очень удобно и очень понятно, интуитивно. Все кнопки совпадают. Все работает. Так, тут у нас... Вот не работает L2, R2, но это, в принципе, да, можно настроить. Настройки, в общем, все, все, что нужно, все задействовано. Я не знаю, я прям очень доволен. Лебедку отцепили, прицепили. Я вчера залип в эту игру, наверное, минут на 30, на 40. Прям вот вообще сразу же. Очень здорово и очень удобно, в отличие от управления, естественно, клавиатурой. Так, дирт пятый. По умолчанию все встало самой. Я вообще ничего не настраивал. Вот. Трастмастер Адвенсед Мода Рейсер. Все, я вообще ничего не делал. Работает все. И вся отдача, и все кочечки. Слушайте, а стало заметно... Опа. Я вот сейчас выставил на 100% сопротивление руля. Ну, реально, лично для меня этого, мне кажется, вполне себе достаточно. То есть, для того, чтобы комфортно играть, чтобы у тебя не отваливались руки, если вы там не любите, прям супер реалистично, мне кажется, что оно того не стоит. Вот именно для удовлетворения, для получения удовольствия, вот этого сопротивления руля лично мне хватает. Слушайте, ну прям идеально четко. Смотрите, насколько четко, да? Движение руля и движение, соответственно, руля в игре. Не знаю, прям идеально. И самый кайф в том, что ты ничего не настраиваешь, да? Я, честно говоря, даже, ну вот такого ощущения, прям дешевизны, скажем так, пластика не ощущаю. Возможно, благодаря тому, что если вы будете очень часто играть, весь этот пластик, так сказать, будет наоборот. Просто блестеть, в отличие от дермантина или кожзама, который со временем, ну, потрескается и облезет. Возможно. Но, может быть, резиночка было бы тоже неплохо в плане того. Хотя он, в принципе, смотрите, он так вот проскальзывает, очень удобно. Может, с резинкой такого бы кайфа и не было, черт его знает. Не знаю, мне вот как-то не особо принципиально в плане качества. Да, вот внешне мне он не очень нравится, вот этот вот, я имею в виду пластик. А на ощупь, вот когда ты играешь, на него не пялишься, все отлично. Так, поехали дальше. Это у нас пятая Форза. Что могу сказать? По умолчанию он настроил Трастмастер Т248. То есть я сейчас ничего не делал, я все оставлю как есть. Сейчас все посмотрим, вообще, будет ли что-то работать. Так, кочки я чувствую. Ну, да, слушайте, а руль здесь как-то даже поживее, чем в Дирт. Что-то здесь совсем как-то живенько. То ли я не привык. Вот так я привык вообще играть. Ну-ка, а если посмотреть на руль? Смотрите, не, руль все двигается так, как надо. Так, я чуть-чуть поднастроил. Ну, какая-то линейность рулевого управления. И стало гораздо удобнее и управлять, и ехать, и вообще все стало удобнее. Прям супер вообще стало. Ну, видимо, это все равно придется поднастраивать. Каждый, я думаю, под себя все это дело настроит. Я когда тестировал этот руль, я немножко провалился в игру SnowRunner. Потому что ощущения, когда ты едешь по грязи, вот эта вся отдача, мне прям очень понравились. И я вам хочу сказать, что ты как бы немножко устаешь, потеешь за счет того, что да, у тебя все дергается, ты сопротивляешься. То есть нет такой легкости, как с бюджетным рулем, который просто крутится. Либо у тебя там виброотдача, который в принципе нифига не дает и никогда не передаст тебе такое ощущение, как здесь. Но тут да, тут ты плачешь деньги и в принципе получаешь то, что хотел. По сопротивляемости, по силе фидбэка я сказать ничего не могу. Лично мне вполне достаточно. Я не хочу с упортом там крутить руль, чтобы у меня глаза выпадали. Нафига это надо? Ты все чувствуешь, ты чувствуешь все ямки, удары, ну практически все, да. Ты можешь это протестировать все в драйверах. Ты можешь все там настроить. Это просто очень удобно в этом плане. Самое главное, что я вам хотел сказать. Если ты покупаешь более бюджетный руль, правило, да, ты установил драйвер, ты заходишь в игру, что-то там настраиваешь, что-то подключаешь, выбираешь, еще что-то. Здесь я протестировал 3 или 4 игры. В одной игре под названием Forza, да, думаю все в курсе. Я чуть-чуть поднастроил, просто мне было неудобно. Не то, что не совпали кнопки или у меня что-то не работало. В отличие от того, помните, когда у меня был Sven, я вам рассказывал, да, у меня были там какие-то несовпадения, кнопки не совпадали, это я настроить не мог. Здесь вообще я про это забыл. Просто включил в USB, включил в розетку, запустил игру и получал, скажем так, удовольствие. Больше ничего не делал. И это действительно круто. То есть, когда ты заплатил деньги, ты не должен об этом, так сказать, париться. Что касаемо крепления руля, само крепление, оно пластиковое. Болт идет в комплекте уже железный. Я посмотрел в интернете, да, там от болта идет такая штучка, которая загинается. Она пластмассовая, то есть ты за нее крутишь. И если ты хочешь очень крепко прикрутить руль, да, есть шанс, что ты ее сломаешь. И, видимо, кто-то уже ломал, потому что в интернете для этих рулей уже идут такие, грубо говоря, железные болты уже с другими накалечниками. И ты можешь закрутить это все гораздо, скажем так, более прочно. Само крепление, сам вот этот вот кронштейн, который цепляется за стол, он достаточно внушительный, хотя он и пластиковый. Если ты начинаешь психовать, ты прям, ну, дергаешь за руль, я не знаю, ты нервный человек, прям со всей дури. Да, конечно, ты его расшатаешь, и ты его можешь оторвать от стола. Ну, грубо говоря, можно, ну, сами понимаете, что сделать с дури. Но в основном у меня ничего не болталось, я не переживал по поводу прикручивания его. То есть один раз прикрутил, затянул, закрыл, поиграл там, вот сколько, часа три я, наверное, играл. Я реально прям получил огромное удовольствие. Я не думал, что я буду сам столько играть, и у меня ничего не отвалилось. Так что, да, возможно, если вы будете его дергать, бить об стену. То есть, смотрите, если вы его используете как надо, если вы его там тянете как-то, я не знаю, вниз или еще куда-то, да, наверное, вы сломаете его или еще что-то. Может, что-то нужно там другое придумать. Прокладка кабеля. Очень удобно сделана, да, как вы видите, у меня даже вот здесь вот сейчас он на столе. То есть, практически у тебя ничего нет, все чистенько, аккуратненько. К педали идет один провод, который выходит либо налево, либо направо. В заключении, давайте, как всегда, поговорим о минусах. Как я уже говорил, педали не катаются. Но, на мой взгляд, нужно все-таки было сделать платформу чуть-чуть пошире и педали, наверное, чуть-чуть друг от друга отодвинуть, потому что они находятся реально близко. И если вдруг вы управляете там, допустим, не одной ногой, а одной еще куда-нибудь шло, а ставите, я не знаю, две ноги, да, сразу. То есть, левый тормоз, правый газ. То это, ну, по крайней мере, с моим 43 размером, это не очень комфортно. Вот здесь вот находится болт. И вот здесь вылезают такие вот две штуки по бокам. Ну, пластик, то есть, сам основание руля, вот здесь, если видно. Когда вот это вот прокручивается, у меня лично пальцы цепляются. Вот за эту часть. Я не знаю, возможно, просто не надо за эту. Ну, все равно у тебя, как ни крути, да, у тебя все равно рука попадает вот сюда. Так что, наверное, вот это вот такой основной минус в плане пластика, что могли бы вот это сделать. Чем-то хочется вот прям как будто, я не знаю, скотч какой-нибудь наклеить сюда, чтобы она просто проскальзывала вот это место. Лепестки офигенные, я прям огромное удовольствие получил. Пластиковый руль, ну, да, внешне, например, он у меня вызывает какое-то сомнение, за что я, типа, отдал такие деньги. Но когда ты играешь и смотришь в огромный монитор, да, и получаешь офигенное удовольствие, я не знаю, у меня руки не потели, ничего не скользило. Каких-то, я не знаю, неприятных эмоций или чего-то от руля я не испытывал. То есть, все было здорово, мне было достаточно удобно, и мне было абсолютно пофиг, какой руль, честно говоря, из дермантина, прорезиненный, я не знаю, супер какой-то навороченный. По кнопкам, по пальцам очень все удобно. Лепестки не попадают по пальцам, я не знаю, важна эта информация или нет, но вот когда ты держишь руль, да, у тебя бывает такое, что пальцы под лепестками, и они могут цеплять по пальцам. Лично здесь такого нет. Я такой, можно сказать, пользователь, который просто хочет получить удовольствие, качественно, допустим, ничего не настраивая. Ты подключил, попробовал, нормально тебе сила сопротивления, все тебе понравилось, врубаешь свою игру и играешь. В общем, я получил большое удовольствие. Да, по поводу цены вопрос спорный, тем более цена сейчас скачет туда-сюда, тут уже решать, конечно, вам, я вам ничего подсказать не могу. Есть более дешевые варианты, вы видели, да, вот недавно тоже у меня обзор был, но там был геморрой с настройками, и, честно говоря, отдача, ну, она была ужасная. Там был чисто виброотклик какой-то, как, я не знаю, моторчик в руле, грубо говоря, который жужжал. Никакого кайфа ты не испытаешь. Это на 100%. Да, управлять, естественно, удобнее, чем с клавиатурой, но тут ты получишь удовольствие. Это на 100% я гарантирую. Так что жду ваших комментариев, жду ваше мнение. Обязательно ставьте, либо не ставьте лайки. Если поставите, просто поможете каналу. Огромное спасибо ребятам из компании приставка.ком и компании Trustmaster, которая сделала руль Т-128. С вами был я, Макс, и это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok